Вот так выглядит график в Google Trends по запросу «Что подарить?». И как думаете, на какие даты приходятся самые высокие пики? Надеюсь, что вы не стали ждать самых последних недель перед праздниками и выбираете подарок заранее. Что, на мой взгляд, в подарке самое главное? Ну, прежде всего, вещь должна быть нужной и полезной, но не необходимой. И желательно, если с рациональной точки зрения покупка такой вещи не очень-то и оправдана. Вот всегда такие штуки получать в подарок очень приятно. По этому принципу мы подобрали несколько вариантов подарков для ваших велоприятелей, велодрузей ценой до 3000 рублей. Ну, пару вариантов, может быть, будут чуть-чуть подороже. Меня зовут Евгений, с вами мастерская LoveBike. Поехали! Самый обезличенный на сегодня подарок – это вот эти вот велосмазки и велохимия фирмы PITIS. Она выглядит прикольно. Большинство продуктов оформлено как мужская косметика. Также, большинство из этих продуктов очень приятно пахнут. Вам не нужно знать о велосипедисте ничего, чтобы сделать такой подарок. У этой компании есть интересные наборы. Если же вы знаете о своем велодруге чуть больше и, например, в курсе, что на масло у него аллергия, можете преподнести ему в подарок смазку смув. Она стоит недешево, но при этом нужна практически всем. Материал расходный, тратится. Единственное, помните, что она не переносит замораживание. Поэтому перед тем, как подарить, храните ее в теплом месте, транспортируйте за пазухой и так далее. Следующим вариантом я предлагаю рассмотреть вот такие вот велофляжки. Велофляги – это расходный материал. Они постоянно царапаются, они регулярно теряются. Если вы забыли в них какой-нибудь сладкий напиток, он может прокиснуть и флягу потом отмыть довольно-таки проблематично. Поэтому даже если вашему велотоварищу сейчас эта фляжка не нужна, рано или поздно она ему все равно понадобится. Вот такая вот фляга фирмы Light большого объема 950 мл будет полезна, как правило, туристам, либо тем, кто катается на длинные дистанции. Для спортсменов подходят более компактные варианты вот такого типа. Данный подарок позволяет быть более индивидуальным. Если вы хорошо знаете человека, которому собираетесь его сделать, если вы подберете фляжку под дизайн нового велосипеда, а есть замечательный выбор фляг Light и Specialized, это именно те фирмы, на которые стоит обратить внимание, потому что дешевые фляги как подарок лучше не вручать. Хотя сам я, конечно же, покупаю самые дешевые на распродажах, особенно если там написано название магазина, прям вообще супер. Проявите фантазию, проявите внимание. Если вы знаете, что ваш друг болеет за какую-то велокоманду, то получить флягу с символикой этой команды ему будет приятно. А еще более приятно ему будет ваше внимание к его интересам. Подарок чуть подороже, но не менее индивидуальный, это флягодержатель. А такой флягодержатель я уже показывал, он достаточно дорогой, поэтому многие ставят модели гораздо проще. Но в подарок получить такую штуку всегда приятно. Подойдите со вкусом к выбору такого подарка, обратите внимание на дизайн рамы, и в случае с выбором подарка экономить не стоит. Для человека, у которого велосипед с рулем бараном, очень приятным подарком будет обмотка руля. Но не простая, а какая-нибудь хайповая. Для байкпакеров и симпатизирующих им, таким выбором может быть обмотка фирмы Брукс. Есть различные варианты различных цветов. Опять же, нужно хоть какое-то знание о человеке, которому вы собираетесь делать подарок. Не всегда цвет будет соответствовать велосипеду, имейте это в виду. Также интересным вариантом будет популярная в среде фиксеров марка Чиннелли. Эта фирма выпускает большое количество вариантов различных обмоток. У нее очень интересные дизайны. Есть вот такие вот натурального типа обмотки. Есть интересные обмотки с различными принтами. Вот такая обмотка серии Art Program, как правило, выполнена в коллаборации с каким-нибудь интересным дизайнером. Варианты можно подобрать как более сдержанные, как в данном случае, так и более яркие. Характерная черта конкретно этой серии в том, что у этих обмоток есть еще различные компаньоны. Например, есть вот такие вот шоссейные кепочки под шлем. Сама по себе такая кепочка отдельный прекрасный подарок. Но учтите, что для маунтинбайкера носить такое не камильфо. Поэтому, если ваш товарищ катается с прямым рулем, и у него есть хотя бы один амортизатор, совершенно точно выбор не очень хороший. Кроме кепок у Чиннелли, например, вот в этой серии, есть также крышечка выноса, флегодержатель, носки и мюзета. А раз я уже вспомнил о носках, то спортивные носки – это тоже отличный подарок, в отличие от обычных носков. Кстати, как вы думаете, в Google Trends запрос носки совпадает с каким пиком из предыдущего запроса? Напишите в комментариях. Велосипедные носки – это достаточно высокотехнологичный и недешевый продукт, поэтому покупать его многие отказываются. Но в подарок получать, опять же, такое приятное. Из элементов гардероба также беспроигрышным вариантом подарка будет баф. Это такой цилиндрический шарф или бандана, ну, который так называется по фирме, которая его придумала. Если рассматривать это как подарок, то лучше, конечно, выбирать оригинал. Выбор дизайнов огромный, различные варианты от облегченных до утепленных, и пригодится эта вещь не только велосипедисту, но и человеку, который любит активный образ жизни или активный отдых. Про рули-бараны мы уже сказали, теперь давайте обрадуем тех, у кого руль прямой. Или, например, H-Bar. Вот у фирмы Еси или Ези, как правильно называется, честно сказать, не знаю, есть удлиненный вариант грипс, который хорошо подходит для руля H-Bar. Вот эти же грипсы, де-факто, сейчас стандарт в спортивном мире, многие любят на них кататься, из-за их комфорта и удобства их использования. Вариантов цветов этих грипс очень много. Есть классические черные и различные цветные варианты. Например, вот такие, или у меня на велосипеде установлены, к примеру, оранжевые грипсы. Эти грипсы практически всем хороши. Они сделаны из настоящей силиконовой резины, которая легко очищается даже агрессивными растворителями и не портится от этого. Но основной их минус, это достаточно низкая прочность, особенно прочность на раздир. Кстати, о различных видах прочности у нас будет отдельное видео в скором времени. Так вот, когда вы на велосипеде, например, встречаетесь с деревом, или когда руль втыкается в скалу при падении, эти грипсы очень часто надрываются. И впоследствии по этому надрыву они дальше повреждаются и очень быстро портятся. Поэтому, если у вашего велосипедиста, которому вы собираетесь сделать подарок, такие грипсы уже есть, рекомендую обратить внимание на следующее изделие. Я пользуюсь вот такими лаконами от фирмы Oddi, которые позволяют защитить торец-грипсы от контакта с посторонними предметами. И это существенно увеличивает срок службы этих грипс. Обратите внимание, как с установленными этими штуками это все выглядит аккуратно. В комплекте здесь идет 4 лакона и 2 пластмассовые заглушки. Цвета разные, заглушки разные. Стоит эта штука тоже недешево, но это один из самых легких вариантов. Для гонщиков это важно. И самое приятное здесь будет, опять же, не факт подарка, а факт вашего внимания и понимания проблемы человека. Мы все о спортсменах и о туристах, но кто-то просто катается на велосипеде по городу. Для такого велосипедиста прикольным подарком будет звонок к ног. Они бывают разных цветов и разных размеров. Звонки, которые побольше, они сделаны чуть поинтереснее. Там больше металла, меньше пластмассы. И те, и другие варианты, кроме функции звонка, выполняют функцию кейбл-менеджмента. То есть у них есть специальные защелки, через которые вы можете пропустить проводку и таким образом навести порядок в ваших тросиках. Также интересный вариант подарка, касающийся обслуживания велосипеда, есть у фирмы Бирзман. Это мультитул, в который встроена специальная кнопка, нажимающаяся при достижении определенного усилия на ней. Наверняка, если вы делаете подарок увлеченному велосипедисту, мультитул у него уже есть. Но вот мультитул с кнопкой, навряд ли. Вы можете выбрать, как минималистичную модель, в которой всего 2 биты контролируются по усилию затяжки, так и набор, в котором можно с помощью замены бит практически любой винт затянуть с этим усилием. Стоит отметить, что усилия там фиксированные, и это 5 ньютонов на метр. Это самое популярное усилие там, где действительно важно его контролировать. Еще один беспроигрышный вариант велосюрприза это вот эти прикольные камеры туболита. Они понадобятся даже тем, кто катается на бескамерных колесах, потому что будь ты гонщик или турист, при длительных поездках случится может всякое, и с боковыми порезами бескамерка справляется плохо. Данные камеры не займут много места в джерси или сумочке, весят сущий пустяк, а функцию свою выполняют отлично. Покупать их самостоятельно многих душит жаба, но получить в подарок такую прикольную вещь приятно. Обратите внимание, что при выборе данного подарка вам необходимо узнать размер колес велосипеда вашего велотоварища. Еще одна прикольная штука, связанная с камерами, это цифровой индикатор давления. Вещь совершенно точно не является необходимой, но многим интересно, как они накачивают свои колеса. Такой индикатор гораздо точнее, чем встроенный насос, и в некоторых дисциплинах, особенно там, где катают на низком давлении, знать это давление достаточно удобно и важно. Как вы заметили, большинство из этих подарков требует с вашей стороны понимания человека, которому вы собираетесь этот подарок сделать. Но если подарок выбрать вам сложно, может быть, вы просто очень плохо знаете этого человека, и узнать его лучше, вам может помочь, например, бутылочка хорошего вина. У производителя Kona Sur, это чилийское вино, большинство этикеток украшено велосипедом. Также этот производитель был спонсором Tour de France. Так что, если хотите сделать символический, но тематический велосюрприз, можете обратить внимание на продукцию данного производителя. Большая часть перечисленных брендов представлена в магазинах Double Sports. Они нам не заносили, просто это наши хорошие друзья и регулярно нам помогают. А вам я советую больше проводить время вместе, больше кататься, и тогда выбор подарков не будет таким сложным. На сегодня закончил. Всего доброго. До свидания.